Друзья мои, всем привет! Вы на канале Кутузовый дизайн, меня зовут Олеся и я практикующий веб-дизайнер. Сегодня мы будем с тобой разбираться с плагинами. За 4 года работы я попробовала не один десяток плагинов и сегодня покажу тебе самые топовые, самые интересные, которые ты будешь использовать в своей работе. Усаживайся поудобнее, наливай себе чаек, готовь себе что-нибудь вкусненькое и давай начинать. Первый плагин, с которым я хочу вас познакомить, это плагин МакАп. Мы заходим в плагины. Выбираем раздел плагины, запускаем данный плагин, ждем. У нас здесь имеется категория Latos Free МакАп, то есть бесплатные МакАпы. Нажимаем в YUMO и здесь будут представлены все МакАпы, которые бесплатные, которые ты можешь использовать для своих проектов, для оформления кейсов на Behance и вообще в целом для работы. Выбираем, допустим, данный МакАп, если он нам понравился, нажимаем на плюсик. Далее нам нужно выбрать фрейм, который мы будем размещать сюда, вот на зеленую область. Выбрали данный фрейм, выбираем область, которая будет отображаться, кропаем ее и выбираем Past. Все, в таком формате наше изображение добавилось, можно его использовать, можно его вставлять в свои проекты и так далее. Помимо этого, здесь есть также интересные МакАпы, какая-то полиграфия, какие-то планшеты, баночки и так далее. Все это можно использовать, все это бесплатно. Но, что еще есть интересным в этом плагине? Мы заходим вот сюда, вот в раздел Distort и здесь нам можно работать со своими МакАпами. Мы зайдем на FreePick. Давайте введем здесь МакАп и, допустим, лаптоп. Нажимаю Enter, выбираем бесплатную лицензию и давайте найдем какой-нибудь МакАп. Допустим, данный формат, мы его скачиваем, бесплатная загрузка, сохраняем. Далее мы переходим в фигуры. Можно здесь вставить через Place Image, либо горячую клавишу Shift, Ctrl, K, добавили изображение. И мы его выбираем. Вставили. Теперь нам нужно создать прямоугольник, куда будет добавляться наше изображение, потому что сейчас это формат Image, то есть формат JPEG. Создаем ректенгл, горячая клавиша R. Делаю пока что какой-то хаотичный формат и давайте размещать его. Ставлю вот сюда, вот на уголочек, кликаю два раза, захожу в редактирование точек. Мы видим, что у нас появились точки. Выбираю вторую точку и перемещаю ее. Сделали. То же самое сейчас мы будем делать с третьей точкой. Выбираем ее. Также ее перемещаем. Хорошо. И последняя. Вот у нас создается такой прямоугольник. Наша область, куда мы будем добавлять наше изображение. У нас имеется наше изображение. Вот это вот и наш Shape. Далее нам плагин показывает, что нам нужно выбрать сейчас наш Shape. Мы его выбрали. А теперь выбираем изображение. Выбрали. Все объекты у нас здесь выбраны. Также мы здесь видим Rectangle 13 и вот этот вот слой 1. Нажимаем Apply. Ждем. И вот в таком формате все у нас добавляется. Очень быстро, очень просто. Намного удобнее, если вы работаете, например, с PSD форматом, который также можно, например, скачать на FreePic. Это самый простой, самый быстрый вариант. Следующий плагин это Brand Fetch. Опять заходим в плагины, вбиваем название, запускаем данный плагин. Здесь у нас будет представлена огромная база логотипов. Например, вам нужно найти логотип Zara. Пишем Zara. Нажимаем Enter. Здесь у нас будет как SVG формат, то есть формат вектора, так же и JPEG. Выбираем SVG, перетягиваем. Полностью можно этот логотип масштабировать, изменять зажатым Shift, чтобы он у нас был пропорциональный. И так же перекрашивать. Представим себе ситуацию, что у вас имеется реальный проект, имеется какой-то блок с логотипами. И ваш клиент пока что логотипы реально еще не присылает, вам нужно использовать заглушки. Вы можете смело перейти в данный плагин, скачать отсюда себе какие-то логотипы и использовать. Так же бывают ситуации, когда нам нужно на самом деле скачать какие-то реальные логотипы. Тоже все максимально просто. Вбили название, нашли и в SVG формате это все вставили. Далее на очереди плагин, который позволяет создавать классные градиенты. Мы заходим опять в плагины, выбираем плагин WebGradients. Нажимаем. И здесь у нас будет представлена подборка различных градиентов. Допустим, у вас имеется ректенгл, горячая клавиша R. Выбираете соответствующий градиент и все у вас применяется. То есть уже не нужно вручную что-то набирать. Выбрали из подборки и применили. Если нужно также что-то изменить, можно зайти и уже вручную все это поменять, как-то изменить под себя. Следующий плагин, про который мы поговорим, это плагин Blend. Горячая клавиша O. Сжимаем Shift, чтобы наш эллипс создавался пропорционально. Давайте перекрасим в какой-нибудь градиент. И теперь мы с помощью пират создаем какую-нибудь линию. Горячая клавиша P. Ставим первую точку. Ставим вторую. И давайте создадим какие-то небольшие изгибы. Вот в таком формате. И нажимаю Done. У меня имеется линия. У меня имеется эллипс. Размещу это примерно вот в таком формате. Выделяю два элемента. Захожу в плагины. И нам нужно выбрать плагин Blend. Выбираем. Дальше нам нужно выбрать количество наших эллипсов. Допустим, поставим 300. Нажимаем Enter. И смотрите, что происходит. Вот такая вот классная объемная линия, которую вы можете использовать для своих интересных проектов. Тут уже можно играться с фантазией, делать какие-то интересные фигуры. Но вот за счет того, что происходит умножение фигур, создается такой классный эффект. Далее плагин Colors, который позволяет создавать интересные классные цветовые палитры. Здесь можно их генерить. Допустим, понравился вам какой-то оттенок. Вы его заблокировали и также продолжаете генерить. Или у вас имеется Rectangle. Горячая клавиша R. Здесь есть какой-то оттенок. Вы можете также потом выбрать его пипеткой. Заблокировать и продолжить генерить. После того, как ваша палетка готова, переходите в многоточие от Colors Документ. И эта палетка добавится. Это мы отсюда удаляем. И теперь мы разберем плагин, который автоматически добавит цветовые стили в данный проект. Мы заходим опять в плагины. Выбираем плагин Automate Color Style. Можно выбрать с текущей страницы, либо со всего проекта экспорт наших стилей. Выбираем Set Color Style. И наши стили цветовые автоматически созданы. Нам останется только их переименовать. Заходим. Выбираем, допустим, данный цвет. Edit Style. И здесь уже меняем название. Напишу Blue. Нажимаю Enter. Все. Все у нас автоматически работает. Также можно пользоваться, например, этим плагином, когда вы работаете с макетами. У вас имеется отрисованная страница. Вы заходите опять в плагины. Выбираете Automate Color Style. Дальше опять выбираем текущую страницу. И все то же самое. Set Color Style. И все стили созданы. Останется их только переименовать. Я не очень люблю данный способ, потому что проще сначала подготовить палетку, подготовить все необходимые цвета и уже исходя из них работать. Потому что иначе получается достаточно большое количество цветов. Приходится за всем этим следить. Какие были цвета в одном блоке, какие были в другом. Проще сначала создать палетку, создать цветовые стили и уже спокойно начать работать. Следующий плагин позволяет удалять изображение, фон, вернее, с изображений, без каких-либо сторонних сервисов. Для этого мы сейчас создадим какое-нибудь изображение. Давайте зайдем в плагин от Splash и просто оттуда возьмем какое-нибудь изображение. Я выберу Animal. Давайте выберем данное изображение. Теперь я его выделяю. Захожу в плагины. И нам потребуется плагин Icons 8 Background Remover. Кликаем по нему. Remove Background. Нужно немножечко здесь подождать. Примерно 20-30 секунд занимает обработка. И сейчас посмотрим, что получится. Пока ты еще здесь, для тебя важная информация. Через 3 недели, 5 августа, стартует 6 поток моего авторского интенсива по дизайну. Если ты готов трудиться, приходи. За 2 месяца ты освоишь профессию веб-дизайнера. Сделаешь 2 проекта в портфолио. Это дизайн многостраничного сайта. Оформишь его в полноценный кейс на Behance. Также отрисуешь лендинг и перенесешь его на тильду. Помимо этого, у тебя будут различные прямые эфиры от спикеров. Ты пройдешь весь путь создания реального проекта. Поймешь, как строить работу с клиентами. Получишь всю необходимую документацию для работы. Также твой наставник будет вести тебя до самого конца, рука за руку. Поэтому, если готов трудиться, приходи. Все ссылочки ты найдешь в описании под видео. Все, фон полностью удалился. Без каких-либо сторонних сервисов. А следующий плагин, о котором мы будем говорить, ждали абсолютно все дизайнеры. И когда он появился, примерно полтора-два года назад, все были просто в восторге. Сейчас вы поймете почему. Опять зайдем в плагины и выбираем плагин Photopea. Кликаем по нему. Что мы здесь видим? У нас полностью интерфейс нашего фотошопа. Здесь мы можем работать с изображениями, применять какую-то коррекцию, удалять объекты и так далее. То есть здесь есть полностью функционал, который есть в фотошопе. Поэтому, когда появился данный плагин, не приходится теперь работать с фотошопом. Просто зашел в Figma, открыл Photopea и можно спокойно работать. Далее на очереди плагин 3D Transformer. Мы его запускаем, выбираем наше изображение, нажимаем Rerun Plugin. И здесь можно полностью создавать изометрию. Ждем пару секунд. Все интуитивно понятно. Выбрали, как будет наш элемент располагаться, в каком он будет формате, какой у него будет угол наклона. Выбираем Insert Layer. Ждем. И вот в таком формате наше изображение добавилось. Тоже иногда пригождается, иногда пользуемся этим плагином. А сейчас последний плагин я вам покажу. Это у нас Must Have. Мы заходим в плагины и выбираем плагин иконов. А здесь у нас собрана огромная база различных иконочек в SVG формате. Допустим, мы здесь пишем меню. Нажимаем Enter. И здесь будут различные иконочки. Выбираем данную иконочку. Она у нас полностью масштабируемая, потому что в формате вектора зажимаем Shift. Все у нас изменяется. И также можно ее перекрашивать. Один из моих любимых плагинов. Пользуюсь им почти ежедневно. Ну что, ребята, мы наконец-то с вами дошли до конца. Если видео было для тебя полезным, интересным, поставь, пожалуйста, лайк. Напиши, пожалуйста, комментарий под этим видео. Любая твоя активность помогает развитию данного канала и мотивирует меня на дальнейшую съемку. Также поделись, пожалуйста, какой плагин тебе понравился больше всего. Возможно, у тебя есть какие-то свои любимые плагины. Было бы здорово, если бы под этим видео собралась целая подборка полезных плагинов. Это было бы интересно всем. Подписывайтесь на меня во всех моих социальных сетях. Там также выходит много интересного, полезного контента. С вами была Олеся Кутузова. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.